МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главным условием любой трагедии является незнание. А если мы не только не знаем, но и не хотим знать, во сколько раз тогда усугубляется трагедия? Маршал Жуков в первом издании своих мемуаров, или те, кто писал эту книгу, потому что уже после смерти маршала вышло немало изданий, всего 13, и все они очень сильно отличаются друг от друга. Так вот, в первом издании было указано, что Жуков прибыл для спасения Ленинграда 9 сентября и спас его. В дальнейших изданиях эта дата отодвинулась на 10 сентября. Наши партийные историки до сих пор руководствуются этими датами, хотя узнать истинный день прибытия Жукова в город Ленинград очень и очень просто. На самом деле это важно, потому что уже 12 сентября войска группы армий «Север» получили приказ Гитлера о прекращении штурма Ленинграда и переходе к осаде его. Жуков влетел в Ленинград не один, и прибывший вместе с ним генерал Иван Федюнинский в своей книге воспоминаний «Поднятые по тревоге» спростодушно указывает, что в Ленинград они прибыли во второй половине дня 13 сентября. Что ж, Федюнинский не претендует на роль спасителя Ленинграда и врать ему незачем. Еще один известный военачальник, командовавший тогда авиацией Ленинградского фронта, будущий главный маршал авиации Александр Новиков в своей книге «В небе Ленинграда» четко и лаконично замечает. 13 сентября в командование Ленинградским фронтом вступил генерал армии Жуков. Мы можем добавить к этому, что произошло это 13 сентября поздним вечером около 21 часа. А мы помним, что Гитлер днем раньше приказал город не штурмовать. И это значит, что новый, командующий Ленинградским фронтом, главной своей задачей имел не отражение штурма, а прорыв еще неплотного, непрочного, удушающего город-кольца. И эту задачу генерал армии Жуков не решил. Убыв из Ленинграда в Москву 7 октября. Для спасения столицы и Москву он действительно спасал после тяжелейшей Вяземской катастрофы. А легенду о спасении Ленинграда Жуков придумал сам, отодвинув день своего прибытия в город и немало понаписав о неразберихе и хавосе, которые царили на Ленинградском фронте будто бы. До его прибытия. Ленинград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Одним из типичных советских заблуждений является утверждение, что герои гражданской войны, Кровавый, Убаревич, Тухачевский, Якир, Блюхер, Примаков и другие, не будь они Сталином утихомерены, уже они бы разгромили гитлеровский вермахт в пух и прах и воевали бы только на чужой территории. Но чем больше героев гражданской войны встретило бы нападение Германии во главе войск Красной Армии, тем хуже было бы это начало и дольше продолжалась бы война. По своему содержанию гражданская война была явлением антирусским. Ее провозвестники не смогли бы перестроиться для ведения отечественной войны русского народа и только мешали бы патриотической мобилизации. И слава богу, что на полях войны выросли полководцы иного склада, ничем не напоминающие героев гражданской войны. Тотальный характер войны, ее зависимость от работы тыла, необходимость мобилизации всех людских и производственных ресурсов требовали от лидеров воюющих держав необходимости вникать в военное дело, оценивать военные доктрины, овладевать тактикой и стратегией полководческого искусства. Уинсон Черчилль, человек, который разбирался в военных вопросах и имел определенный военный опыт, тем не менее на лавры полководца никогда в годы Второй мировой войны, по крайней мере, не претендовал. Он доверял своим военным, но в то же самое время вникал во многие нюансы стратегического военного планирования. Что касается Рузвельта, то Франклин Делано Рузвельт, будучи искушенным политиком, государственным деятелем исключительно крупного масштаба, каковых немного в истории человечества, к военной области, к военному стратегическому планированию относился как дилетант, в общем, осознавая свой в этом отношении дилетантизм, и лавровые начальника никогда его не прельщали. У него была своя ниша для ответственной деятельности. А вот что касается Иосифа Виссарионовича Сталина, то здесь ситуация была несколько иной. Уместно вспомнить, что в самом начале войны Сталин соединил в своих руках сразу три высших военных поста – наркома обороны, верховного главнокомандующего и председателя ставки. И, к слову, в конце войны он получил высшее воинское звание – звание генералиссимуса. Так вот, Сталин, не имевший ни военного образования, ни опыта руководства войсками, тем не менее, на лавры полководца Отечественной войны претендовал вне всяких сомнений. И непосредственно принимал участие в разработке практически всех стратегических операций на Советско-германском фронте. Иногда у него это получалось, иногда совсем не получалось, но, тем не менее, реалии были именно таковы. Если обратить внимание на особенности руководства войсками, которые продемонстрировали Сталин и Гитлер в войне Германии против Советского Союза, то нельзя не заметить некой зеркальности этого изображения. Оба диктатора возлагали надежды на тактику очагового сопротивления – на оборону крепостей и городов, объявленных крепостями. Но Сталин применил эту тактику в начале войны против маневренных действий вермахта в наступлении, а Гитлер – после неудачи под Москвой. В дальнейшем Сталин от этой тактики отказался, а Гитлер объявил ее панацеей, полностью парализовав маневренные возможности своих войск. Можно сказать, что Гитлер заканчивал тем, чем Сталин начинал. Но особенности руководства войсками Сталина, Гитлера и других лидеров Второй мировой войны мы разберем в последующих сериях нашего документального фильма. Константин Петрович Победоносцев был автором теории о том, что созидательность и прочность жизни держатся на двух китах. Прежде всего на консерватизме традиций и прогрессе инноваций, которые в разумном сочетании обеспечивают позитивное развитие и государства, и личности. Эта теория имеет прямое отношение и к полководческому искусству. Действительно, полководец должен обладать знанием всех методов классического военного искусства, которое было выработано за несколько тысячелетий, и в то же время не пропускать ни одну из новаций, которую выдвигает его конкретное время. Так, например, полководец должен держать в уме не только технические характеристики и танков, и самолетов, но и понимать, что такое маневренное ведение войны, что такое взаимодействие танков, пехоты и авиации. Если забвение классических методов ведения войны ведет обычно к авантюризму, то неумение вести маневренную войну приводит к тому, что противник меньшими силами может разгромить громадные малоподвижные массы войск. Во Второй мировой войне ответственность полководца резко выросла, потому что маневренное ведение войны приводило к оставлению или к захвату громадных, жизненно важных для государства территорий. Достаточно вспомнить только переправу танкистов Гудериана летом 41-го года через Днепр в районе Смоленска, захват немцами Донбасса в 42-м году, или блестящий прорыв войск Третьего Украинского фронта к румынским нефтепровыслам в 44-м году, или захват японцами Малайи и Сингапура. Рассмотрим коротко действия самых признанных полководцев Второй мировой войны. Начнем с побежденных. Фельдмаршал Герт фон Рундштетт. Слава его значительно превосходит достижения. С точки зрения классического военного искусства фельдмаршал никогда не нарушал законы войны, выступал в качестве консерватора при импульсивном и непредсказуемом Гитлере. Рундштетт один из главных творцов блестящей операции по разгрому Франции. В качестве командующего группой армии Юг на Восточном фронте столкнулся с превосходящими по всем статьям советскими армиями Юго-Западного фронта. Сумел разгромить их и в битве за Киев одержал уверенную победу. В дальнейшем потерпел поражение под Ростовом на Дону из-за перенапряжения своих войск и уже на Восточном фронте не появлялся. Командовал войсками на Западе и очень неудачно реагировал на долгожданную десантную операцию союзников в Нормандии. Фон Рундштетт был главным организатором наступления в Орденнах в декабре 1944 года. Операция была спланирована и начиналась хорошо, но ресурсы Германии не позволили достичь в этом наступлении победы. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн отличался незаурядным стратегическим талантом. В качестве начальника штаба группы армии А был главным инициатором прорыва в Орденнах в мае 1940 года. Командуя 56-м танковым корпусом, совершил глубокий рейд и создал предпосылки для взятия Ленинграда в августе 1941 года. 11-я армия под командованием Манштейна осаждала Севастополь, упорно оборонявшаяся, и в конце концов взяла его. В промежутке Манштейн провел наступление против заметно превосходившего 11-ю армию в технике и людях Крымского фронта, разгромил три советских армии на Керченском полуострове. В дальнейшем успехи фельдмаршала были гораздо скромнее. Он не добился успеха в наступлении на Ленинград летом 1942 года, не сумел деблокировать окруженные немецкие войска под Сталинградом. Правда, фельдмаршалу удалось удержать узкую ростовскую горловину для спасения немецких войск на Кавказе. Манштейн еще сумел преподать Красной армии суровый урок под Харьковом в марте 1943 года. Но затем богиня Ника оставила его, и, потерпев ряд поражений, он был отправлен Гитлером в отставку. Фельдмаршал Эвальд фон Клейст. Заслуживают внимание его незаурядные действия в качестве командующего танковой группой, затем ставшей первой танковой армией на южном фланге Советско-Германского фронта. Его танки всегда оказывались на направлении главного удара, которое часто менялось. В маневренной войне фон Клейст оказался непревзойденным, но в войне позиционной он потерпел несколько чувствительных поражений и был уволен в отставку. Теперь рассмотрим полководцев-победителей. Маршал Константин Рокоссовский. Возможно, самый талантливый и умелый советский полководец. Испытал все сложности начального периода войны с приказами о бессмысленных контрударах, с вышестоящими, неготовыми к маневренной войне командующими. Рокоссовский командовал в обороне Москвы 16-й армией, которая внесла едва ли не решающий вклад в битву за советскую столицу. Успешно действовали фронты под командованием Рокоссовского в Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге. Образцовыми с точки зрения военного искусства были действия 1-го Белорусского фронта в операции «Багратион». Рассматривая военную биографию маршала Рокоссовского, можно считать его кандидатом на звание полководца номер один Второй мировой войны. Маршал Леонид Говоров. В обороне Москвы генерал-артиллерист командовал одной из самых стойких армии – пятой общевойсковой. Назначенный командующим Леонидским фронтом, одержал несколько впечатляющих побед на северном фланге Советско-Германского фронта. Войска Говорова прорвали блокаду Ленинграда, а затем и полностью разгромили противника, отодвинув фронт от города. Маршал Говоров воевал в трудных природных условиях. Ставка не считала его фронт главным. Летом и осенью 1944 года армии Говорова вывели из войны Финляндию, умело атакуя линию Маннергейма, которая в дни зимней войны 1939-1940 годов долго была непреодолимым препятствием для Красной армии. Возможно, что маршал Леонид Говоров заслуживал большего, но Леонид Александрович не умел преподносить свои победы с тем преувеличением, какое было присуще, например, маршалу Жукову, творцу всех наших побед. Маршал Федор Толбухин – один из самых дельных и успешных советских командующих. На Керченском полуострове, где Толбухин был начальником штаба фронта, он едва не был отдан под трибунал начальником главного политуправления Львом Мехлисом за то, что отдал распоряжение штабам армии заняться оборудованием оборонительных укреплений. Мехлис же готовился только наступать. Войска 57-й и 68-й армии под командованием Толбухина хорошо воевали под Сталинградом, Ростовом, в Донбассе и на юге Украины. Затем Федор Толбухин командовал Третьим Украинским фронтом, который освобождал Южную Украину, провел целый ряд блестящих стратегических операций в Румынии, Югославии и Венгрии. Жаль только, что жить Федору Ивановичу Толбухину судьба отмерила недолго. Маршал умер в 1949 году. Маршал Иван Конев. В годы войны против Германии можно увидеть не одного Конева, а двух. Первый потерпел несколько тяжелейших поражений. Особенно трагическим был разгром Западного фронта, которым командовал генерал Конев под Вязьмой. Не очень удачно он командовал и Калининским фронтом. А дальше мы видим другого Конева. По принципу, за одного битого двух небитых дают. И на Курской дуге при освобождении Украины фронты под командованием Ивана Конева добивались успеха за счет стремительных фланговых ударов на окружение. Особенно успешными были действия 1-го украинского фронта Конева в Весло-Одерской и Берлинской наступательных операциях, когда войска маршала, наступая на большую глубину, добивались крупных успехов, а сами несли минимальные потери. Маршал Георгий Жуков. Одна из самых спорных полководческих фигур Второй мировой войны. Вознесенный до небес усилиями советских пропагандистов, Жуков отличался явно преувеличенными донесениями о своих победах. Мемуары маршала, воспоминания и размышления – это самая крупная фальсификация истории советско-германской войны. Автор ненужных и трагических для Красной Армии контрударов в первую неделю войны. Безусловно, Жуков внес большой вклад в оборону Москвы, но разделить этот успех с ним должны Рокоссовский, Власов, Говоров и Василий Кузнецов, которые прекрасно командовали армиями, оборонявшими столицу. Солдаты называли маршала Жукова мясником и шутили, что все их победы повисли у него на животе. По части наград Жуков был настоящим предтечей Брежнева. Неподвластные пропаганде документы не позволяют считать маршала Жукова хорошим полководцем. В своих наступательных операциях он всегда имел многократное превосходство над противником, а его войска несли самые большие среднесуточные потери. Из полководцев наших западных союзников выделим две фигуры, которые постоянно были в центре внимания на Западном фронте. Американский генерал Дуайд Дэвид Эйзенхауэр, главнокомандующий союзными войсками в Северной Африке и Средиземноморье. Это была проба его военного таланта, и надо сказать, что большинство специалистов, особенно британских, дают невысокую оценку действиям генерала Эйзенхауэра в Северной Африке, отмечая и его медлительность, и излишнюю осторожность при абсолютном превосходстве над Итало немецкими войсками в технике, авиации и в людях. Затем Эйзенхауэр руководил крупнейшей десантной операцией в Нормандии, которая была проведена образцово и завершилась решающей победой союзников. Не очень удачно Эйзенхауэр действовал при отражении наступления вермахта в Орденнах, а при втором немецком ударе в Эльзасе американский генерал впал в необоснованную панику. Говоря об Эйзенхауэре, военные историки часто пишут, что он обладал дипломатическим талантом в большей степени, чем военным. Британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери командовал дивизией в дни разгрома Франции и с Дюнкерка успешно эвакуировал ее в Англию. В Северной Африке нанес поражение изнемогавшим без резервов и горючего войскам африканского корпуса Роммеля. На Западном фронте фельдмаршал Монтгомери командовал группой армии на северном участке. Потерпел неудачу в битве под Арнемом, но сыграл решающую роль в отражении немецкого удара в Орденнах. Часто критиковался за медлительность, которая, тем не менее, сберегла жизни тысячи тысяч английских солдат. Война на море на Европейском театре военных действий имела явно второстепенное значение. Крупные корабли использовались в качестве рейдеров, главный удар наносили немецкие подводные лодки, а противолодочная оборона была главной заботой союзников. Советский военно-морской флот был подчинен сухопутным главнокомандующим и самостоятельной роли не играл, за исключением Северного флота, который прилагал максимум усилий для обеспечения подхода транспортов с ленд-лизом. Северному флоту повезло с командующим. Адмирал Арсений Головко оказался на своем месте, чего не скажешь о командующих Балтийским и Черноморским флотами в вице-адмиралах Владимира Трюбуце и Филиппе Октябрьском. Трюбус был луковым царедворцем ради собственной карьеры, готовым пожертвовать и людьми, и кораблями, а Октябрьского на флоте называли Кочегар Иванов. Такова была настоящая фамилия адмирала. Фамилию-то он сменил на карьерную, Октябрьский, но по уровню подготовки так и остался Кочегаром. Черноморский флот отличался пассивностью в самые решающие дни сражений на южном фланге Восточного фронта. На Тихом океане приоритеты были другими. Достаточно сказать, что ко дню капитуляции Японии Соединенные Штаты располагали 99-ю авианосцами. Япония была повержена тремя основными системами оружия. Подводными лодками США, потопившими более половины японского торгового флота, авианосными американскими соединениями и стратегическими бомбардировщиками Б-29. Авианосцы показали себя в качестве наиболее эффективного вида оружия на море. Дальние стратегические бомбардировщики масштабным разрушением городов поставили Японию на колени. Известно, что в 1939-1945 годах было сделано много очень важных и ценных изобретений. Появились новые технологии. Были разработаны и внедрены в войска новейшие, зачастую весьма совершенные для своего времени образцы военной техники. И бронетанковой, и авиационной. Появились новые артиллерийские системы, в том числе и реактивная артиллерия, средства связи, и обнаружение противника, и многое-многое другое. Хотел бы обратить внимание зрителей на то, что в каких-то отдельных ситуациях изобретения, скажем так, всплески научно-технического прогресса были обусловлены зачастую очень частной, очень локальной, даже просто сиюминутной ситуацией. И характерный пример в этом отношении является собой одно изобретение, которое было сделано в блокадном Ленинграде, когда осенью 1941 года бомбардировщики Люфтваффе подвергли город ожесточенным бомбежкам с воздуха, и когда на крыше ленинградских домов летели не только фугаски, но и зажигалки, зажигательные бомбы, и возникла реальная, очень серьезная опасность массовых пожаров, то перед ленинградскими учеными была поставлена задача придумать, изобрести какой-то огнестойкий состав, который можно было бы использовать для обработки деревянных элементов, деревянных перекрытий ленинградских домов. И такое средство было найдено. Технический прогресс года войны обеспечивала и самоотверженная работа тыла. Если Советский Союз сумел произвести 102,5 тысячи танков с июня 1941 по сентябрь 1945 года, причем это были в основном танки новейших типов Т-34 и КВ, то гитлеровская Германия произвела за эти годы всего 65 тысяч 589 танков и легких броневиков, а «Тигры» и «Пантеры» в этой сумме были в меньшинстве. С каждым месяцем наращивалась в СССР и производство самолетов. Всего было произведено 142 тысячи 800 самолетов, и с каждым годом войны качество самолетов совершенствовалось. Уникальным было орудие калибра 76 мм ЗИС-3 конструктора Василия Грабина. Самое массовое советское дивизионное орудие. Несклонный к патетике Сталин сказал в конце войны Василию Гавриловичу Грабину, «Ваша пушка спасла Россию». Назовем только главные открытия, сделанные в период Второй мировой войны. Управляемая ядерная реакция и использование энергии атомного ядра. Ракетная техника. Стратегическая авиация. Вертолеты. Средства связи и обнаружения. Подводные лодки с возможностью длительного пребывания под водой. Автоматическое оружие. Реактивная артиллерия. Реактивная авиация. И многое, многое другое, рожденное в дни и годы тяжелейшей мировой войны. Война приносит кровь и страдания миллионам людей. Это очевидно и не требует доказательств. Но существует и другой взгляд на войну, как на демонстрацию лучших человеческих качеств, как на главный двигатель технического прогресса и на своеобразную суровую эстетику, наполненную громами и молниями. Вот, к примеру, описание бомбардировки Парижа, принадлежащее Перу, известного немецкого писателя и мыслителя Эрнста Юнгера. Париж, 27 мая 1944 года. С крыши гостиницы я дважды видел, как в направлении Сен-Жермен поднимались мощные облака взрывов, а эскадрильи на большой высоте удалялись. Их мишенью были мосты через сену. Во время второго налета, при заходе солнца, я держал в руке бокал бургундского, в котором плавала клубника. Город со своими красными башнями и куполами был окутан чудным великолепием, подобно чашечке, для смертельного оплодотворения, облепленной насекомыми. Все было спектаклем, явлением силы, как таковой, утвержденной и возвышенной страданием. Да, для многих людей война была лучшим временем их жизни, когда было все ясно, чисто, честно, наполнено глубокими чувствами, дружеством, искренностью. И вот при этой открытости и душевной теплоте многие люди не могли не замечать и суровой красоты в дни жестокой, истребительной, беспощадной войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok